За 11 лет для этих школьников прозвенело 28 тысяч звонков. Теперь они собрались, чтобы услышать последний. Но прежде слова благодарности для тех, кто стал им второй семьей. Конечно, грустно расставаться со школой, в которой я провела целых 11 лет. Учусь здесь с первого класса, и для меня это очень волнительный, тяжелый момент. Я не знаю, просто как слезы сдерживаю. Очень тяжело. Я думаю, самым ценным останется наш классный руководитель Ульяна Юрьевна, потому что она всегда заботилась о нас и относилась к нам как к маме. Слезы на глазах еще вчерашних школьников, родителей, педагогов. Для классного руководителя 11-го Б школы номер один областного центра – это пятый выпуск. Ульяна Бузунова всегда была рядом с ребятами. Для нее цветы и стихи, а после – крепкие объятия. Она не говорит им прощай, а только до свидания, ведь ее 11-й Б обещает заглядывать. Конечно, тяжело отпускать, но с одной стороны я спокойна. Ребята замечательные, они у меня самодостаточные, умные. Они знают, какой путь они уже выбрали. Я за них спокойна, потому что это уже выросли личности 18-летние. В этом году со школьной скамьей прощается 3811-классников Иркутска. Еще 6700 учеников заканчивают девятый класс. Кто-то из них продолжит получать знания в школе, а кто-то уже будет получать профессию. Сегодня на старшеклассников с вдохновением смотрят первоклашки. Им еще предстоит пройти этот длинный путь во взрослую жизнь. Этот день особенно волнительный и для родителей. Время принять, что их дети повзрослели. Конечно, это завершение какого-то определенного этапа. Конечно, печально расставаться с этой порой, в определенной степени беззаботной. Теперь моему ребенку придется самому принимать решение, на самом деле по утрам просыпаться. Естественно, волнение присутствует. Ну, сама школа, можно сказать, что у нас в принципе как детский сад. Что дальше будет? Дальше врослая жизнь начнется. Праздник праздником, но расслабляться некогда. Аттестат зрелости еще не получен. Впереди ЕГЭ. Уже завтра первый экзамен у девятиклассников. Они проверят знания иностранных языков. 28 мая первые экзамены по географии и информатике будут сдавать одиннадцатиклассники. А пока для них звучит тот самый звонок, который они ждали 11 лет. Анастасия Цыганкова, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.